Всем привет! В эфире Универ Ньюс в студии Лилия Талипова. Итак, главные темы дня к этой минуте. Как правильно распоряжаться деньгами обсудили на семинаре по финансовой грамотности в Казанском университете. Что за прибор функционирует на одной из крышков У? Будем разбираться. Технология блокчейн продолжает набирать свою популярность. С чем связан интерес на этот раз, узнаешь в выпуске. В зале попечительского совета Казанского федерального университета прошло плановое заседание ученого совета. Ректор Казанского университета Ильшат Гафуров вручил аттестаты при своении ученого звания доцента члена ученого совета, кандидату экономических наук Аделю Дарякину. На повестке дня – выборы декана подготовительного факультета для иностранных учащихся, конкурсный отбор на должности, а также представление к присвоению ученых званий. На заседании также обсудили вопрос открытия научно-образовательного центра «Интернет вещей и дополненная реальность» технологии PTC Inc. В организационной структуре – институты учительной математики и информационных технологий. А мы продолжаем. В Казанском федеральном университете состоялся семинар по финансовой грамотности. Он прошел в рамках проекта правительства Российской Федерации. Подробности в следующем сюжете. 27 декабря в Казанском федеральном университете прошел установочный семинар «Азбука финансовой грамотности». На семинаре был представлен проект Министерства финансов Российской Федерации «Формирование финансовой грамотностью обучающихся через организацию проектной деятельности интерактивных форм обучения». Проект реализуется в 13 регионах России. Задача такая, достаточно практическая. То есть мы в рамках семинара покажем, как это педагоги, школ, центры дополнительного образования могут себя реализовать в своих учреждениях. Государством разрабатываются целые стратегии. Их целью является борьба с финансовой неграмотностью. Цель этой стратегии – это действительно обеспечить финансовую безопасность, финансовую грамотность нашего населения. Для того, чтобы наше население, наши люди, наши студенты, в конце концов, меньше попадали в какие-то негативные ситуации, связанные с незнанием, а где-то и с мошенничеством в области финансового рынка и финансовых услуг. В рамках семинара состоялась демонстрация финансовых и коммуникативных боев. На семинаре обсудят методики организации работы финансовых курсов. В конце мероприятия состоялось обсуждение разработки плана проведения чемпионата по финансовой грамотности в Республике Татарстан. Артем Тупичкин, Леонард Авлитяров, Универньюз. Каждую среду мы рассказываем про необычные экспонаты самого молодого музея Казанского федерального университета. Какой же экспонат станет последним в выходящем году, ты узнаешь в сюжете Олега Кашина. Музей имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета готовится встретить свой первый Новый год. Напомним, что самый молодой музей университета открылся совсем недавно, 1 декабря, в день рождения великого ученого математика. Дорогие друзья, мы поздравляем вас с наступающим Новым годом. Мы снова в музее Николая Ивановича Лобачевского. В честь предстоящего Нового года сотрудники музея достали из архива письмо Николая Лобачевского, которое было адресовано Мусину Пушкину. В Новый год принято дарить подарки и поздравлять родных, близких и знакомых. Одно из таких поздравительных писем написал Николай Иванович Лобачевский к Михаилу Николаевичу Мусину Пушкину. Михаил Николаевич Мусин Пушкин был попечителем Казанского учебного округа с 1827 по 1845 год. Приходился двоюродным братом супруги Лобачевского Варваре Алексеевне. Тесное сотрудничество Лобачевского и Мусина Пушкина позволило университету добиться значительных высот. Итак, не усомнитесь в искренности моих желаний на Новый год. И будьте уверены в моем отличном к вам уважении и совершенной преданности, с которыми поставляю себе за честь называться вашего превосходительства покорнейшим слугою. Ректор университета Николай Лобачевский. Редакция Универ-Ньюс присоединяется к сотрудникам музея имени Николая Лобачевского и поздравляет вас с наступающим Новым годом. Олег Ашин, Светлана Фролова, Мария Чуракова, Ленардо Влетьяров. Универ-Ньюс. На крыше одного из зданий КФУ работает небольшой, но вполне себе функциональный метеопроект. Каково его предназначение, выясняла Аделя Шемилова. Реально ли уже сейчас объяснить поведение климата в далеком прошлом? И возможно ли предсказать развитие процессов глобального потепления уже сегодня? Скажем, пьем научного мы всего мира стараются добраться до ответов на эти вопросы. Наши ученые не составили исключения. Например, студентам-физикам Казанского университета удалось автоматизировать процесс метеонаблюдений прямо на территории ВУЗа. А если быть точным, на одной из его крыш. Этот комплекс состоит из сети приемников сигналов GPS-ГЛОНАСС и метеостанций. Его предназначение — непрерывное дистанционное исследование водяного пара в атмосфере Земли. Разработка представляет собой небольшой прибор, состоящий из датчиков, которые собирают данные о влажности воздуха, давления, температуре. Его приемники установлены на здании Института физики КФУ. Эта система позволяющая прочитать неоднородности в атмосфере с использованием анализа сигналов с GPS и GPS-спутников. То есть, когда у вас есть система и с нее идут сигналы, вы можете определить точное расстояние до спутников от места, где вы находитесь. И на сигнал, когда он летит, он испытывает всевозможные изменения из-за того, что и происходят процессы в атмосфере. Начинающие радиоастрономы сделанным не ограничились. На сегодняшний день перед ребятами поставлена задача доработать программное обеспечение, чтобы полностью автоматизировать процесс метеонаблюдений прямо на площадке КФУ. Они продолжают улучшать автономный программно-аппаратный комплекс, методику, а также уплотнять сеть метеостанций и постоянно действующих приемников сигналов GPS-ГЛОНАСС в Казани и за ее пределами. Вся кафедра радиоастрономии, на самом деле, так или иначе, связана с этим проектом. Они все добавляют свои вклады, свои компетенции, и получается очень неплохая команда, которая работает слаженно и которая дает публикации, дает результаты, ну и позволяет вообще двигать науку вперед. Кроме того, исследования университетских физиков позволят улучшить программы для GPS-навигаторов и даже системы навигации беспилотных автомобилей, поскольку водяной пар в атмосфере служит существенной помехой при определении координат объектов. Учитывая этот фактор, можно с уверенностью сказать, что усовершенствованные навигационные системы уже не за горами. Адель Шамилова, Роман Самарин, Ниверньюс. Сейчас эксперты ищут применение технологии блокчейн. Интерес инвесторов к ней особенно возрос после пилотного размещения облигаций на блокчейне в октябре 2017 года. Подробности смотрим далее. Технология блокчейна активно развивается, открывает массу возможностей. Многие ассоциируют эту технологию только с криптовалютами, но это совсем не так. Криптовалюта – это лишь одна из функций блокчейна. В сети интернета по телевизору появилась информация о том, что российские компании могут выпустить облигации от 10 до 15 миллиардов рублей, учет по которым будет осуществляться по технологии блокчейн. Каких-то принципиальных отличий облигаций на платформе блокчейн от классических облигаций, наверное, нет в финансовом смысле. Скорее, это технологическая новация, которая может позволить более удобно организовать процесс выпуска и обращения ценных бумаг. Такая технология позволяет сократить время транзакций и удешевить транзакции, удешевить переход прав на ценные бумаги от одного участника к другому. Первое размещение облигаций на блокчейне произошло в октябре 2017 года. Мегафон продал облигации Райфазенбанку на 500 миллионов рублей. Оператором сделки выступил национальный расчетный депозитарий. Сейчас он пытается привлечь еще больше компаний, чтобы они продавали облигации таким же образом. Облигации размещались не для привлечения финансирования, а для тестирования технологии. Примеров корпораций, которые бы основывались полностью на технологии блокчейн, сейчас пока нет. Мегафон были первыми в России, кто провел такую транзакцию и выпустил облигации на основе блокчейна. Первыми были автоконцерн Даймлер немецкий. Они тоже продали облигации на 100 миллионов евро, полностью основанных на блокчейне. Мы, конечно, наблюдать сейчас не можем, но есть разные консорциумы, такие как, например, Эфириум или тоже Hyperledger, которые занимаются именно продвижением технологии блокчейна, разработкой собственных блокчейнов и, в принципе, развитием платформы. Эксперты уверены, что будущее определено не за криптовалютами, а за развитием блокчейна и применением этой технологии в самых разных сферах нашей жизни. Банки, конечно, никуда не вернутся. Мы с вами действительно сейчас видим, как они активно пытаются принимать, так сказать, изменившиеся правила игры, внедрять новые технологии. Мне кажется, нас ждет что-то среднее между тем, что сейчас говорят криптоанархисты, и традиционные финансовые системы, которые мы привыкли наблюдать. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. На этом наш выпуск подошел к концу. Следи за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин